Региональный координационный совет сторонников партии «Единая Россия» разработал памятку для пенсионеров. В ней подробно описываются основные виды мошенничества и меры, которые необходимо принять, столкнувшись с противоправными действиями. Хочу поблагодарить главу нашего района, что он нас так поддерживает, что именно в Одинцовском районе активно идет эта работа. Потому что район у нас хороший. Я езжу по всей Московской области. У нас хороший район, и глава наша это понимает, и он прилагает все усилия, использует все возможности для того, чтобы каким-то образом свое население, конечно, защитить, обезопасить. Чем можем, помогаем. Ряд мошеннических схем связан с выплатой пожилым людям пенсии. В частности, неизвестные лица, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, пытаются получить от пенсионеров их персональные данные и доступ к банковским счетам, после чего обворовывают. На встречу с пенсионерами также пришел и участковый-уполномоченный Леонид Богомазов. За время его службы, а это четыре года, подобных случаев в селе не было. Участковый считает своим долгом оберегать людей старшего поколения от обмана. Дальше время идет и идет, и это становится все больше, все изощреннее. Люди выискивают новые пути, совершенно неизвестные. Люди не знают этого, не понимают. Но, к сожалению, точнее, к радости к вашей мы здесь собираемся с вами, каждый раз в квартал отчет у нас перед населением с вами проходит. В ходе обсуждения участники встречи сошлись на том, что основные способы воздействия мошенников на пожилых людей – это психологическое давление и манипуляции. Для того, чтобы как-то предотвратить эту сложную ситуацию, мы идем по поселению, мы встречаемся именно с пожилыми людьми. Приходят молодежь, даже бабушки приходят с внуками, когда узнают, что приезжают именно сторонники Единой России. Это полезные встречи, это нужные встречи. Нас даже просят, говорят, осень наступит, приезжайте еще раз, потому что есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответ. Тема, которую подняли на встрече в Доме культуры «Огонек», очень актуальна для присутствующих. Они не раз попадались на уловки злоумышленников. Теперь пенсионеры знают, как оградить себя и своих близких от обмана. Сейчас есть мошенники, их, конечно, много. Они же хотят все и сразу. Но, видите, мы своим трудом все зарабатывали, мы знаем, все проходит через труд. А молодежь уже не хотят слишком работать.